Есть мнение, что Эрмитаж находится не только в Санкт-Петербурге. Действительно, все знают, что в Петербурге есть музей мирового уровня, в котором хранится богатая коллекция античного европейского и русского искусства. Слово «Эрмитаж» происходит от французского слова и означает место уединения, малый сельский дворец, приют отшельника. Эрмитаж в Петербурге появился в 1764 году как частное собрание картин императрицы Екатерины II. 317 картин общей стоимостью в 183 тысячи талеров были переданы из Берлина в счет долго возникшего из-за неудачной попытки поставки зерна в русскую армию. Среди них были полотна таких мастеров, как Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк и других. В правлении императоров Александра I и Николая I были приобретены уже не только коллекции, но и отдельные произведения художников, например, «Лютнист Караваджо», шедевр Рафаэля Мадонна Альба, картина Тициана «Несение креста». В XIX веке в Эрмитаж начинают регулярно поступать произведения русских художников. Эрмитаж как музей был открыт для публики при императоре Николае I в феврале 1852 года. А спустя некоторое время свой Эрмитаж был открыт в Москве. Но это был совсем другой Эрмитаж. Эрмитаж или Эрмитаж Оливье – это ресторан в Москве, который был открыт в 1860-е годы. Он существовал до революции 1917 года. Шеф-поваром и руководителем ресторана был Люсьен Оливье, создатель знаменитого салата, что, кстати, тоже немного миф. Есть легенда, идущая от Владимира Гелеровского, что московский ресторан Эрмитаж первоначально был общим делом Оливье и московского купца Пегова, которые познакомились из-за общей любви к нюхательному табаку. Московский Эрмитаж работал по образцу парижских ресторанов. Однако его в народе называли трактиром. Это даже специально подчеркивалось в одежде официантов, которые назывались половыми и не носили фраки, а носили более привычным москвичам одежду с белой рубашкой на выпуск. Ресторан был открыт с 11 утра и до 4 часов ночи. Еду готовили до 60 поваров. Выручка составляла примерно 2000 рублей в день. Очень быстро ресторан стал излюбленным местом отдыха московской интеллигенции. Например, в апреле 1879 года москвичи чествовали в Эрмитаже Ивана Тургенева. Также здесь была свадьба Петра Чайковского с Антониной Милюковой. В этом же ресторане в 1902 году прошел банкет, организованный Максимом Горьким по поводу премьеры пьесы «На дне». После Российской революции 1917 года ресторан закрылся. С 1923 года в этом здании размещался дом крестьянина с общежитием и кинотеатром труд. После Великой Отечественной войны в здании разместилось издательство «Высшая школа». А в 1989 году здание бывшего ресторана «Эрмитаж» отдали московскому театру школу современной пьесы, которая до сих пор там и располагается. Сегодня в Москве есть еще и Сат-Эрмитаж – одно из излюбленных мест отдыха москвичей.